Азбест посетил председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин. О его визите не только расскажем в следующем сюжете. Александр Юрьевич Левин – человек во многом легендарный, внесший свою лепту в развитие Свердловской области в один из переломных моментов жизни страны. Впускник факультета журналистики Уральского государственного университета, долгое время работавший в газете «Вечерний Свердловск», в 90-е годы он стал одним из соратников и ближайших сподвижников первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Вначале возглавил пресс-службу, а затем стал руководителем администрации губернатора. А в 2013 году избран председателем Союза журналистов. На встрече с местными журналистами, главой города и руководителями средств массовой информации, в редакции газеты «Азбестовский рабочий» Александр Юрьевич пообщался с представителями СМИ, рассказал о работе Союза, а также о Думе журналистов, который открылся в Екатеринбурге в сентябре прошлого года. Многолетняя мечта свердловских журналистов была, чтобы в Екатеринбурге появился дом журналистов. У многих творческих Союзов свои дома есть, вы знаете, а у нас не было. Надо сказать огромное спасибо губернатору действующему, где Владимирович принял решение политическое передать. Вот особняк, старинный особняк в центре Екатеринбурга. Это памятник архитектуры, охраняется законом, но он был в жутком состоянии, обветшалом и так далее. Усадьба у Тякова. Передать вот под нужды Дома журналистов с размещением там, в Сырловском творческом Союзе журналистов. Как отметил Александр Левин, Дом открыт для всех журналистов. Вход в него по билетам члена Союза журналистов, удостоверением средств массовой информации, а также по студенческим билетам факультета журналистики. На встрече речь зашла и о работе Сырловского творческого Союза журналистов. По словам Александра Юрьевича, его основная задача – это содействие в развитии средств массовой информации. Я всегда молодым людям говорю, которые задаются вопросом, а зачем нужен Союз журналистов? В первую очередь для того, чтобы не потерять нашу профессию. Александр Левин отметил то, что сейчас очень много журналистов. Есть среди них и талантливые люди, но в большинстве своем не имеющие специального образования. И для более качественной работы образование необходимо. Конечно, на факультетах журналистики, мы это прекрасно понимаем, никогда не научат писать. Вообще писать, снимать, фотографировать – нужен талант. И вообще журналистикам, вы это прекрасно все понимаете, это такое состояние души. Поэтому обучаться АЗАМ нужно все равно. И вот у Союза журналистов очень важная задача, это вот нашего Союза, это вот школа, мы в первые шаги делаем, школа практической журналистики, то есть обучать людей базовым вещам, тем, кто их не получил на факультете журналистики, пришел в журналистику как бы со стороны и уже здесь утвердился. После совещания с представителями средств массовой информации Александр Левин посетил музей имени Николая Авакумова, где познакомился с экспозицией, посвященной его отцу, военному журналисту, писателю Юрию Абрамовичу Левину. Здесь представлены раритетные фото, газеты с очерками писателя, письма в адрес музея, а также книги с автографами Юрия Левина, который неоднократно посещал Азбест и был в музее. Как оказалось, Юрий Абрамович Левин был другом Николая Авакумова. Вместе они работали в редакции газеты «Фронтовик». Ознакомившись с экспозицией музея, Александр Левин встретился с руководителями города, где поделился своими впечатлениями. Я всегда очень радостью вам приезжаю, это традиция уже, что ли. Еще со времен, когда был Эдуард Гачроссик, город развивается, да, развивается. Город хороший, мощный. Но я не знал, что тут такой музей, и даже есть уголок моего отца, переписка, хранится писем, о котором он писал в этот музей. И в 1976 году, ровно 40 лет назад, приезжал в этот музей, советовался, общался с этими людьми. Кроме того, Александр Левин выразил благодарность руководителям города и сотрудникам музея за то, что в городе достойно хранится память о фронтовиках. А также пожелал городу дальше развиваться и процветать. Анастасия Самарина, Сергей Шелковкин. Новости АТВ. Новости АТВ. Новости АТВ. Новости АТВ. Новости АТВ. Новости АТВ.